Как делишки, ребятишки, с вами с тобой Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в обзор новой версии Майнкрафта, а именно 1.11. Да, ребята, многие знают, что только недавно вышло 1.10, а уже на подходе 1.11 разработчики Майнкрафта не перестают нас удивлять, потому что, если честно, да, было очень много различных дополнений, обновлений и много всяких вновшенств. Именно их, ребята, мы сегодня рассмотрим, а именно одну большую, большую, в смысле, большое обновление, только одно, потому что оно, если честно, гигантское. Но все же, ребята, перед этим я буду очень сильно рад, если вы влепите большущий палец вверх, каждый ваш лайк для меня очень большая поддержка, и, ребята, именно вы решаете, выйдет новое видео или нет, потому что, ребята, вы меня поддерживаете, и это очень большая мотивация для записи новых серий, видеороликов. Поэтому, ребята, не поленитесь, поставьте всего лишь один лайк, и также можете подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, да-да-да, ребята. Также можете поделиться об этом видео своим друзьям, чтобы они также узнали, чего ожидать в новой версии Майнкрафта. А сегодня, ребята, мы рассмотрим нового моба, нового животного, ребята, и многое другое. Но, в принципе, что это такое? Это лама. Да, все, наверное, знают, что это за животное. Лама, главная характеристика этого животного, то, что когда они злятся или когда им что-то не нравится, то они харкают тебе в лицо, можно вот так сказать. А, ребята, давайте, чтобы меньше разговоров, я вам сейчас покажу, как это все работает. Вы встречаете ламу в вашем мире Майнкрафта, докапываетесь до нее, и она плюет. Только сейчас она не в меня попала, а попала в своего собрата. Вот, смотрите, и сейчас начинается. Пум! Пум! И все, и прекратилось. То есть, пару раз в лицо. А, нет, не прекратилось. Все, хорей, 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 не побивайте друг друга, потому что вы мне еще пригодитесь для различных тестов. Но, ребята, это главная характеристика. То есть, они не подбегают вам, не пинают вас там ногами, лапами и многим другим. Они просто, фум, харкают вам в лицо там с 3-4 метров. В принципе, это даже очень смешно и прикольно для нового моба. А где вы можете встретить этого моба? Это самое главное. Давайте, ребята, я вам быстренько покажу крафт. Точнее, не крафт, а яичко призыва вот этого моба. И лама спаунится во всех биомах. То есть, реально во всех. Не только в пустыне, где я сейчас нахожусь, а во всех. Но, зависимо от биома, будет выбираться цвет шерсти этой самой ламы. То есть, натуральный спаун этого животного в пустыне, допустим, она будет вот такого цвета. Вот такого цвета кожи. Если вы ламу, допустим, найдете в саванне, то она уже будет вот такого цвета, коричневого. Если вы, допустим, найдете где-то в лесу обычном, то она будет более такой темно-зеленой. Что-то в этом роде. Поэтому, ребята, в любом биоме вы сможете найти ламу версии 1.11. Кстати, если у вас лицензия или на пиратке, возможно, включить новые версии снэпшотов. Вы также можете зайти и протестить вот эту версию. Это действительно будущая версия 1.11. Да, но, 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 ребята, меньше разговоров. И приступаем к самому интересному. У нас тут есть 16 лам. Или я просто не знаю считать, не умею. Но, мне кажется, тут именно 16. Но, почему именно 16? Давайте, ребята, я вам быстренько сейчас покажу. 16 лам и 16 цветов коврика. Не знаю, догадались ли вы или нет, но вы можете... Давайте, знаете что? Давайте вот что я вам покажу. А, не думайте, не думайте, то, что лама заменит лошадок. Как видите, у нас есть лошадь, у нас есть там мюл, как он там по-русски называется, не помню. Мул, может, так и называется. И у нас есть также ослик. Нет, не думайте, то, что лама заменит вот этих животных. То есть, то, что, допустим, лама будет быстрее прыгать, быстрее кататься и многое другое. Нет, но к этому мы вернемся чуть позже. А сейчас, ребята, давайте я вам покажу все цвета прелести вот этой. В первую очередь, эти 16 лам уже приручены мной. Я их уже приручил до серии, чтобы просто-напросто не париться. Допустим, вот эта лама, да, вы не можете на нее одеть седло. То есть, вы не можете одеть на нее седло, как, допустим, на ту же лошадь. Нет, но вы можете на нее одеть коврик. Поэтому я взял 16 цветов коврика. Различие. Поэтому, ребята, сейчас давайте мы будем украшать ламу. Это офигеть, как круто, потому что, знаете что? Красный коврик одеваем на ламу. Смотрите, как она выглядит. Как она выглядит. Офигеть просто. На эту ламу одеваем желтый коврик. Она выглядит вообще по-другому. То есть, другое, даже другой узор этого ковра. На эту ламу одеваем черный. Вот смотрите. Вообще другой. Вообще. Все меняется, ребят. Даже я могу сделать ламу хипстера. Только я не помню, какой коврик нужен, чтобы сделать ламу хипстера. Может. Да. Смотрите. Лама хипстер. У нее даже очки есть. Крутой шаврик. Эш, шаврик. Шарфик. И также вот тут коврик на спине. То есть, ребята, вы прикиньте. Игроки на серверах могут просто создавать свою ламу. Со своим украшением. Со своим ковриком. Даже с очками. Шарфиком. И многим другим. То есть, не все ламы будут одинаковые. Не всех лам будет армор. То есть, бронька, как, допустим, в лошади. То есть, там, железная, золотая и также алмазная. Будет 16 различных примеров ламы, в которые вы можете превратить свою ламу. Давайте, ребята, я вам еще покажу. Зеленая. Вот, ребята, зеленая. Она выглядит вот так. Точнее, лаймовая. Да. Дальше. Двигаемся дальше. Светло-серая. Вот. Какие уже узорчики пошли. Квадратиками, кубиками. Дальше у нас. Пурпул. Ну, то есть, пурпул. Пурпул. Ну, что-то вот такое. Нифига себе. Я только сейчас заметил то, что у этой ламы на спине вырисовывается... Голова. Голова, точнее, Эндермена. Офигеть просто. Офигеть. Ну, еще такие небольшие пасхалочки все же есть. У этой ламы, допустим, синий. Нифига себе. Вот это что-то мне прям напоминает какие-то, знаете, магические египетские штучки. Вот прям что-то такое напоминает какое-то магическое. Вот прикольный. Синий цвет очень даже, ребята, прикольный. Давайте дальше. Дальше давайте коричневый. На коричневую ламу мы одеваем коричневый цвет. Не очень круто, но все же, ребята, заметно, что тут поменялось, да? На вот эту одеваем сайон бирюзовый. Бирюзовый тоже очень сильно выделяется. Бирюзовый будет выделяться, если у вас будет вот такая лама на сервере. То есть, даже шарфики меняются. Тут такой, тут такой, там вообще другой. Ребята, очень даже круто. Давайте дальше. Пинг, то есть розовый. Ох, это прям понравится девочкам. Прям офигеть. Офигеть круто выглядит. Дальше у нас идет. А голубенький. Вот. Тоже, тоже, ну не скажу, что прям выделяется, как вот этот бирюзовый, но тоже прикольно. На эту ламу давайте мы оденем белый, чтобы тоже выделялось. Да, тоже прикольный. Какой-то флаг, знаете, Ирана там. Что такое мне напоминает. Не знаю, почему, но есть такая ассоциация. Дальше. На вот эту одеваем. У нас еще три ламы и три коврика. На вот эту одеваем. А, тут уже есть, я не натусил. Какая? Вот тут еще нету. На вот эту одеваем маджента. Не знаю, это не розовый. Фик его знает, как это по-русски. Но все же, ребята, тоже прикольно выглядит. На вот эту одеваем зелененький. Я приберег напоследок. Сейчас узнаете почему. Сейчас оранжевый. Вот, дай мне вылезти. Вот, оранжевый как выглядит. Ну, такой себе обычный, в принципе. И последняя лама, которой удостоится одеть зеленый коврик. Да! Да! Ребята, какая пасхалочка к криперу. Зеленый коврик, шарфик, наушники или что это такое. И крипер на спине. Просто офигеть, как это будет круто, когда другие игроки на сервере увидят вашу ламу с этим ковриком. Даже приятно на ней кататься. Да. Это, в принципе, были все плюс ламы. Знаете что? Я, в принципе, давайте еще быстренько вам покажу. Чем питается лама? Чем она питается? Давайте мы ее заспауним и возьмем. Ребята, лама питается только пшеницей. Я уже даже пробовал сахар ей давать. Я пробовал морковку ей давать и все остальное. Она питается только пшеницей. Все. Больше ничем. То есть, ну, в принципе, так же работает, как и с лошадью. Там накормите, приручите, покормите, всякое такое. В принципе, ребята, это все. А мне интересно. А маленькие ламы харкают в лицо. А ну. Ой, твою. Да хватит. Вот паскуда мелкая, а. Не, ну, прикольный. Вот это реально мне нравится. То, что даже вот это наносит урон. Да. Ну, ребята, сейчас. От чему мы вернемся вместе с вами? Почему? Почему я вам сказал то, что лама никогда не заменит лошадок? Почему? Потому что вы можете сесть на лошадь. Вы можете прыгнуть. Вы можете покататься. Очень быстро. Туда. Сюда. Опа. 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 И запрыгнуть обратно. Для этого нужна лошадь. Приступим к ламе. Все. Все. Лама даже не может не прыгать. Вот я сейчас на спейс нажимаю. Она даже не прыгает. Я нажимаю вперед. Вы даже на ламе не можете кататься. Как бы это странно не звучало. Разработчики могли бы хотя бы сделать то, что лама не такая быстрая, как лошадь, для быстрых и дальних передвижений. А хотя бы мелкая, то есть медленная, как, допустим, был бы тот же верблюд, если бы его добавили в Майнкрафте. Но на ней, к сожалению, даже нельзя кататься. Если ты нажимаешь какие-то кнопки движения, она просто на это не реагирует. И катает себя сама, куда посчитает нужным. Это очень большой минус. Потому что зачем тогда нужна лама, спрашивается. А я не знаю, зачем ее добавили в Майнкрафт. В принципе, может для этого то, что вы можете отдавать ей сундучки. Вот сундучок, сундучок. Но сундучки также можно давать и лошади. Но давайте посмотрим, сколько места получится и сколько вообще места будет в целом у этой ламы. Ребята, как видите, 9 ячеек. То есть вы можете сесть на ламу, поместить сюда 9 чего-то там. Даже можно постакать. Вот поместили, поместили, слезли. И будете знать то, что у этой бирюзовой ламы есть то-то-то-то-то-то-то. И это, в принципе, ребята, круто. То, что можно складывать вот так много вещей. Но ходить нельзя, ничего нельзя. Что тогда делать с ламами? Просто их, наверное, коллекционировать. Просто их разводить. И просто их украшать. И складывать туда кучу вещей. И просто для декорации. Но это еще не все, ребята. Это еще не все. У лам действует стадный режим. Как это объяснить? Представьте себя овцеводом. Давайте, ребята, возьмем поводок. Сломаем вот этот заборчик. И приручим, допустим, вот эту ламу голубенькую. Вот мы ее приручили. И, смотрите, мы ее ведем за собой. И срабатывает стадный режим. То есть за ней следуют все остальные ламы. Как видите, за ней уже последовали две ламы. Побежала четвертая лама. Пятая лама. Шестая. Седьмая. То есть чем больше лам, тем больше за ней наберется вот такой паровозик. Как видите, уже много лам следует именно за мной. То есть вы действительно можете почувствовать себя каким-то овцеводом. Который просто такую большую стаю овец гонит куда-то там, куда-то там. Повели, выпасли, накормили и пошли домой. Да. Вот так, ребята, вы можете их перегонять туда-сюда. Еще один плюсик. Зачем нужны ламы? Они, ребята, в принципе, отличные защитники дома. Давайте, ребята, я вам что-то покажу. Если, допустим, на ваш дом нападут волки, заспауним одного, двух, трех и давайте... Нет, они куда-то... Ах ты ж, кролики! Вот что вам нужно! Кролики, да? Кролики. Нет, давайте, ребята, тогда немного отлетим куда-то вот сюда, чтобы кроликов не было. Допустим, отлетим вот сюда. Заспауним одного, двух, трех волков и заспауним три ламы. Давайте, 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 разбирайтесь! А куда волки опять убежали? Да вы что, издеваетесь? Вы издеваетесь! Опять там кролики. А как мне убить этих кроликов, а? Что-то они не хотят, не хотят. Тут много кроликов. Вот что им нужно! Кролики им нужны. Больше ничего. Там тоже кролики. Тут есть кролики. Давайте заспанем. Одного, другого, третьего. Есть, конечно, есть! Есть кролики... Ах, подвели вы меня, подвели. Я не знаю, ребята, где вам показать, потому что тут офигеть как много кроликов. Давайте вот тут быстренько. Нету никого, пожалуйста, никого Ну, один кого-то там нашел Но если я сейчас заспавню вот это Вот, ну, да не в себя Вы же друзья, вы же братья Почему, знаете, что я сделаю? Кил Да, вот так Вот так, всех, всех убил нафиг Всех убил Сейчас спавим новых волчонков И, ребята, ёханы Да, вот видите, да не в себе Что же вы такие тупые, таламы, а Что же вы такие тупые? Давайте, ребята, ещё раз попробую А им кролики нужны Всё, им больше ничего не нужно Но, по идее, действительно, ламы должны атаковать вот этих волков Они, в принципе, волков Извиняюсь, и они, в принципе, просто даже убегают Если я заспавню вот сюда Допустим, допустим Если тут не будет просто места Точнее, вот, вот, вот так Вот, давайте посмотрим Да, как видите, они реально плюются волков Но иногда попадают, конечно, друг в друга Поэтому потом стычка Но всё же, они немного бомбанутые Поэтому, ребята, не обращайте внимания Но всё же, они реально отличные защитник вашего дома Поставили кучу там лам вокруг дома по периметру Нападение волков Они отобьют И всё Плюс им на этом заканчивается В принципе, ребята, мне кажется, на этом уже можно заканчивать Потому что видео длится больше, чем 10 минут Но это ещё не всё Не-не-не Ещё столько много обновлений в новой версии Майнкрафта Что вы себе просто, ребята, не представляете Дабы просто не делать это видео двухчасовым Я предлагаю, ребята, вам вернуться в следующей серии Обзора новой версии Майнкрафта Если вы хотите её увидеть хоть завтра Поставьте большой палец вверх Я, ребята, буду рад каждому вашему лайку А если мы сможем брать хотя бы 7 тысяч лайков На вот этой серии То у меня прям руки зачешутся Я сразу побегу записывать новую серию Специально, ребята, для вас Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк Подпишитесь на мой канал Каждый подписчик для меня как друг Можете добавить меня, друзья, вконтакте Ссылочка есть в описании И, конечно, поделиться этим видео со своими друзьями Я буду очень сильно этому рад А сейчас, ребята, не скучайте Потому что мы встретимся с вами завтра Завтра выйдет новое видео Я с вами, ребята, буду прощаться Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока